Друзья, вторая карта вот скоро прям начнется, хотя стоп, она уже началась, Алик должен позвонить с минуты на минуту, а вот и он, и мы снова с вами. Привет, добрый вечер. Добрый вечер. Добрейший, я бы даже сказал. Ликвиды. Испужалися, испужалися, ребята. Ой, столько хороших, столько хороших героев. Хускар, Андаинг, Брюмастер, Морфила, Тирагила, Джаггер. Ну вот, Морфа, вот вроде бы апнули, но его там парочку раз пикнули, да, и больше не стали пикать, как ты думаешь? Я только что против Роксов, от Релакс видел два Морфа и не очень. Не очень, но его апнули чем? То есть ему сделали возможность атаковать в вейформе и кастить в вейформе. Как и было раньше, когда его пофиксили, когда он слишком актуальный был. У него же такая же тема была, он все время бил, когда летел там и во время вейва кастовал там Eternal, всю эту фигню. Но ему потом это убрали, но все равно, когда он присутствовал в актуальности вообще в пиках, не было такого обширного пула героев. Поэтому сейчас он не особо заезжает. И если он, допустим, будет как-то заезжать, нужно еще какого-то Сэмми Керри брать, потому что вот я сейчас наблюдал от Релаксов, еще раз повторюсь. Он там был исключительно одним Керри, и за счет саппортов там и мидера он не особо вывозил. Ну, блин, морф, конечно, очень сильно зависит от... Ну, по сути, любого героя можно поставить на лейн, и если он фрифармит, а вся команда тебя нагибает, то любой герой будет очень сильно. Ну, морф, он, мне кажется, вот особенно опасен, потому что он может просто ваншотить саппортов, причем ему за это ничего не будет. Если, например, какая-то темпларка, да, она может себе там, да, купить там, блин, дезолятор криты, да, если она там прям считает себя вообще неуязвимой, прыгнет, там, рефракшн, мэлт удар, минус саппорт, но ее могут там задизейблить и убить. А с морфом такая фишка не прокатит, потому что существуют репликейты, существует вот этот вот Этериал, в который можно только кастовать, руками бить нельзя, то есть у него перекачка, он жирный, как, невероятно жирный, и в итоге он просто залетает на Этериале, раскастовывается, убивает, скажем, какую-нибудь цемпку хилую, и обратно на репликейт, и снова. То есть драка сразу 5 в 4. Он одним просто касанием убивает, может убить саппорта при хорошем фарме. Но с другой стороны, я согласен, очень тяжело играть, он вот такой вот, он вот, зараза, вот бесполезный вот этот морф. Такой мягенький он. Он вот прям вот, знаешь, вот чувствуется сразу, играешь против там соперника, который более-менее умеет играть, и он сделает какую-нибудь там, ну, либо треплу на хардлейн против этого морфа, либо просто какого-нибудь неприятного персонажа, там, типа Тимбера или какого-нибудь, может быть, даже Клокверка, и ты вот напрягаешься, тебе там рейндж маленький, об коги там стукнешься, там, пилу получишь, короче, сплошные проблемы. Вот там другое дело, всякие наиксы, да, они там, ну, накоцал, ну, окей, пошел 3 удара в крипа, там, уже там полтинник здоровья поднял или что-нибудь типа того. Огрмак, Вивер, Абадон, Кентавр и Бэйн в миде будет стоять. На первые три пика я смотрю, и у меня такое ощущение, как будто я смотрю игру Империи с Габлаком, когда только вот патч вышел, Кентавр и Абадон вышли в ЦМ. Да, это тогда играли в Virtus.pro, правда, вот он в Virtus.pro тогда находился, да, да, и еще там был, кто-то там еще был, подожди, Абадон, Кентавр, вот мы уже говорили с тобой на эту тему. Тролль, да, 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 Тролль, все верно, да. Кентавр в Изи был, там, Лос, по-моему, на нем в Харсу. Да, троллем в миду играл год, и триплат там с Габлаком, Габлак на Абадоне, и два других пассажира, они там какими-то играли, не помню уже кем, но это, по сути, не важно. Ну, представь себе такую комбинацию, влетает Кентавр под щитком на ульте, то есть просто неубиваемый. Он Доблэйдж делает, у него сразу же разбивается щит, да, это куча дэймэдж. Верно, верно. Главное, что это все должно быть на ранней стадии, максимально быстрый даггер, эра, тут фармящий Кентавр. Я бы, кстати, на твоем месте бы еще раз бы прочекал пинги, потому что, когда мы находились в лобби, я не заметил, чтобы серверы менялись в Люксембурге. Надо, надо, чтобы это, игра началась, когда пик идет, там немного другие. Я в консоли, а, да? Да, да, да. Надо, когда уже катка сама начинается, тогда уже там стабильный бод появится. Ну, понятно. Хорошо. Да, кстати, наш статист нас покинул, видимо, завтра ему рано вставать. Я думаю, мы переживем все события. Ну, да, мы постараемся, конечно, пережить, но просто информирую вас, друзья, что... Так, трансляцию запустил. Есть маленькая просто беда в том, что опять слетел эксплит, и у него побились просто-напросто все логотипы, вообще все просто сбилось. Ну, сейчас во время игры это, конечно, будет тяжело настроить, вот, поэтому постараемся либо на третьей катке, либо на, ну, либо в перерыве как-то, пока тут будет, может быть, пауза какая-то, постараемся перенастроить. Если, конечно же, это не последняя игра, потому что фнатик могут выиграть. Да, конечно. Никто этого не исключает. У вивера тут... Ну, насчет проблем я бы не стал говорить, он стоит весьма сильной даблой в харде. Это вивер плюс абадон. Вивер стоит спереди, ловит в себя какие-то спельчики, а сзади сапоги к шилдам стоит парень на коне. Всю эту движуху контролирует. Поэтому ликвидом тут, я не знаю, надо как-то, ну, не то, что бросать джагернаут, а оставлять его с одним саппортом, а второго саппорта либо полностью на пул и куда-то отправлять, либо же в даблу. Кой-ква так. Получит сейчас, скорее всего, стан, смотри, стан и даблэш. Ах ты ж! А зачем так долго тянул? Эренис, что ж ты делаешь? Не знаю, зачем он так долго тянул? Сколько стан на первом уровне? Две секунды. Может, он просто думает, что очень мало дэмэджа, но там дэмэдж 175. Хоть и есть там резист, но там у Сларка весьма мало хп. Да. Вот сейчас он опять же мог подстанет, дать ему тычку и даблэш. И у кой-ква были бы большие проблемы с хп, у него есть только два танга в наличии, он бы потерял практически все свое хп и не очень сильно бы борзел в этом своем харде. Так, ну, можно было бы, наверное, сказать что-нибудь по поводу пика. Просто вот для записи это так тяжело будет смотреть, то есть... Ладно, тем не менее, странно то, что вот знатики решили Огра в мид отправить еще Огра и еще и в мид. То есть это вдвойне какой-то сюрприз, да, по сути, получается. Хотя для миды не самый плохой герой, как мне кажется. То есть Лейн он вполне может выигрывать, особенно вот такого персонажа, как Свен. То есть Свен, конечно, хороший герой один на один, там, против определенных героев, да. Но он особой опасности, я думаю, не должен представлять для Огра. Как и Огра, в принципе, для него тоже не должен представлять особой опасности. Так, надо будет следить за тем, как у нас трансляция там поднимается или нет, должно... Поднулась, поднулась. Поднулась, то есть должна уже потихонечку она, в принципе, в лайф выходить. Обидно, что там... Да, ребят, вы извините нас, конечно, мы... Мы вот обещаем вам, на следующую катку я обязательно... Перейдем на ОБС, скорее всего. Мы перейдем на ОБС, да, потому что это опачки. Паузу, давайте, ставим паузу, и форсешка идет настраиваться. Смотри, Фроги ТВ и Флай вылетели, они на буткемпе. Он им палит всю движуху в скайпе через микрофон. А-а-а, какой хитрец. Так, подожди, что тут надо сделать? Блин, он уже законнектился, да? Да. Сразу вернулись, так. На самом деле, это шутка сейчас была. Никакого буткемпа нет, просто бывает такое, что Дота каких-то персонажей выкидывает из игры. Часто такое бывает. У меня тоже такое было в паблике. Просто сидишь, играешь, и опа, и выкинуло в мили. Периодически, да, такое случается, конечно. Я там пока худец натянул. Натянул худец? Натянул худец. На худой конец? На худой конец. Так, ну хоть так. Да, вижу, что стрим работает. Так, кстати, TC мы уже видели, Джаггернаута, он одну катку выиграл. Или не выиграл, подожди, выиграл или не выиграл. Ты имеешь в виду на этом турнире? Да. Я, честно говоря, вот очень плохо. Против Альянс, помнишь, когда они снайпера чуть-чуть из Даггера убивали? А-а-а, да, это еще точно, точно, Джаггер там. TC уже играл на Джаггернауте, поэтому второй раз. Ну, собирается он весьма своеобразно, конечно, на нем, по крайней мере, в той игре. То есть, там, такие особые айтемы, там, Battle Fury на 30-й минуте, там, покупает, там, Даггер покупает. Ну, Даггер, кстати, вот в таком случае, может, он действительно был хорошим. Но они быстро к снайперу подбирались, да? Опять, опять, смотри, сейчас. Опять, опять буткемп вылетает. Сейчас, 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 так. Где-то тут. Ммм, выренько. Подобавляем сейчас, так, Бэйн, подожди, подожди, дружище. Сейчас я успею парочку картинок добавить. Окей, так, где-то она вот тут должна быть. Вплайн недоволен сервером. О, отлично. И картинка. В самом деле, я бы на месте Ликвидов бы возразил, потому что они вторую игру играют на американском, на американском, на европейском сервере. Ну, есть ряд турниров, кто не в курсе, которые в правилах там, у них указано то, что катается исключительно на Европе, допустим. Ну, видишь, как бы в чем идея. То есть, это все-таки инвитейшнл. То есть, одно дело, когда турнир open. Когда может зарегистрироваться любая команда, да, и там все, ребят, без там, какие... Если вы американцы, вы сами подписываетесь, а это инвитейшнл. То есть, их пригласили сюда играть. И в таком случае, ну, неплохо было бы, конечно, приходить к компромиссу. Да? Ну, все зависит еще от оппонентов. Они, если не согласны, то тут уже ничего не сделаешь. Американцы должны понимать. Так, флай. Вот, кстати говоря, и ФБшка. А вот ведь могло это ФБ достаться команде Fnatic. Да, причем где-то пару минут назад. На Сларке. А так, Сларк в итоге получил... Ну, опять выкидывает. Мне кажется, сейчас просто РМК будет. Ну, я как раз поднастроюсь. Что, пауза-то будет? Его, видимо, выкинуло, и он... Из-за этого ФБ... Я просто провтыкал, как оно именно происходило, и не заметил движение флая, что он именно конкретно делал в этот момент. Просто его через 20 секунд после ФБ выкинуло. Обычно тебя, когда выкидывает, не сразу в системе, там, в самой игре пишется, что ты вылетел. А через какое-то время. Так. Что-то удалить. Стимфолдер советуют. Ну, ладно. Черт с ним. Так. Ну что, вроде как все готовы. Видимо, хотят небольшую паузу взять, пока там лайк пойдет и что-нибудь удалит. Ну, тут надо удалить сервер, мне кажется. Просто... Это так же, как и на Твиче, допустим, когда люди жалуются, что лаги идут в определенные сервера какие-то. Когда у тебя начинает компьютер... Ну, не компьютер, а твой именно провайдер конфликтовать с этим сервером и тебя выкидывает. Тут ничего не сделаешь. Да, есть... Или просто делать ремейк. Ремейк в Доте 2. Это не как в первой Дотке, когда там каждую, там, пять минут сейвили игру, чтобы потом РМК сделать нормальное. Тут каждый минут делается, и поэтому с этим проблем никаких не должно быть. Главное, чтобы противники не были против. Сейв. Опять. Опять выкидывай. Да, тут, скорее всего, РМК сейчас будет. И все. Да, я как вспомнил в первой Доте, сколько там беды с этими сейвами было. ФБ сделали все. Сейв, сейв. Паузу нажали. Сейв, сейв. Сейв хорошо. А то кого-то выкинет, кто-то мощнить начнет. Флай вроде бы как все поудалял. Перезагрузить Steam. Советует SansFan. И как раз таки... О, чатик у меня прогрузился. Все-таки наконец-то можно теперь следить за комментариями. Так. Чего тут пишут? Чего тут пишут интересного? Просят программку для розыгрышей скинуть, которую я пользуюсь. Сейчас постараюсь ее найти во время паузы. Так. Где-то же тайна-то тут была. Да. Какая-то она тут была. Недалеко в документах. Не реконектнулся там флавищем? Не реконектнулся? Нет. Ну как ты не реконектнулся? Он уже пару раз реконектнулся, бесконектнулся. Но с последнего раза нет. Не вернулся он. Открылась дверь, он вышел и пропал. Ну, вряд ли поможет ребут стима. Хотя, всякое бывает. Это в доте там всякие магические способы работают. Закрыть браузер. Пора доставать бубен. Пора. Ладно. Я думаю, что это последняя попытка. Ну, как-то было уже подобное. Кажется, на матче Рокскиз против там... Точно помню, что Рокскиз играли там. Кто-то вылетал, а не кто-либо за Зе, то ли еще кто-то. Вот так вот постоянно просто вылетал. Ничего больше не произойдет. Так, Флаффа в топе забирают за счет щита. Уттиси ничего не мог сделать. Он крутился. Но, как бы, его Блэйд Фурии, как бы, и помогло сделать Килл Виверу, потому что щит взорвался гораздо быстрее, чем нужно. И Флаффа из-за этого убила. Я не успел отбежать. Посмотри, Огра там гангует. Ой, под ультой Кентавра он уходит. Хани. Все. Обрати внимание на его раскачечку. Посмотри, как Хани качается. Ну, Блудласт на единичку это приятно. Вот, ну, Блудласт, в принципе... Его на единичку точно надо качать. Но вот на счет Игнета... Он сильно замедляет, видимо, да? Смотри, побежали, побежали. Под Игнетом. Ну, тут, тут, да, Блуде. Аминь. Сколько он бьет? 7 секунд действует, 42 дамага. Ну, слушай, кстати, нормально. Вот уже где-то 280 магического урона плюс замедление 24%. Да, на последний там... Слушай, на последнем уровне 400 магического урона и замедление 26% получается, если я все правильно перемножил. А на мультикасте там он просто в АОЕ становится, да? Действительно, кстати, хороший скилл получается. Его как-то поднимали, просто, я помню, раньше никогда никто Игнет не качал на Огрмаге, потому что он был нафиг не нужен. У меня девушка любит на игре играть, и она качает этот спелл постоянно. Ну... Она тоже что-то знает. Ну, смотри, Ханни такой... О! О! Койко! Оп! Оп! Дала... Ну, дружище. Ну, тиммейта еще нет, и... За счет того, что сейчас ночь на дворе, Ханни не хватает. Вот что за герой... Понятно. Что за герой Огр, посмотри. 7-й левел, у него 1000... У него вообще ничего нету, кроме трех веток. Это Мак. Вот вообще, у него 42 своей силы и 3 вот стрэнджи с ветки. У него 1000 хп. Ну, да. Там поспоришь на какого-то Хускара, который силовик, у него 700 хп. Вот говорят, знаешь, там... Огр, Мак, 1000 хп. Типа, не умеешь играть в доту, там, играй на ЦМке. Саппорти, Куру, покупай ворды. Какая ЦМка? Огр, Мак, 1000 хп. Невозможно фидануть. Вообще невозможно им фидануть. Ну, вот, кстати, как раз его в миду гангали, а убить его не получилось. Ну, есть такая вот особенность у этого персонажа. Но он от маны очень сильно зависим. То есть ему, конечно, вот... Ой-ой-ой, где же твой щиток-то, дружище? Вот ты, допустим... Сейчас, поспорить, расскажу. Сварм пошел, ульта. Тут подходит койка... Или, стоп, это Эра, это Эра. Я немножко перепутал игроков, забрали абадона. А почему Эра убегает? А вот не знаю. Я гитанул своего тиммейта и станчик, второй станчик, тычка. Тычка, станчик, тычка, станчик. Хорошо, я прокомментировал этот замес. Непонятно, кто станчик, кто тычка. Короче, это... Насчет агра я хотел сказать. Ты как раз не умираешь за счет того, если ты новичок и не фидиш. И у тебя накапывают на арканы, если ты еще там фраги какие-то делаешь. И все. Проблема с маной решена. Но зато ЦМка, видишь, она может стоять АПК на фонтане и типа ауру давать. Тоже приятно. Банана что-то тут побили. Койка убегает. Ультимейта нету. У Бэйна... А тут Ханни на хосте. О, привет, дружище! Кастуется Дарк Пакт. Койка убегает. И, кстати, очень грамотно прыгнул он. Думаю, что... Любой другой маршрут, если бы... А, слушай, Ханни за ним... А, 1000 ХП забыли, да, конечно. 1000 ХП под вышку идет. Все, зачем? На! И вот так вот просто забыли. Все, Сларка нету. Не герой. Убегает Огр. ИС очень... Его можно ручками-ручками. Сейчас можно просто убить. Плохой размен, конечно же. Трик сейчас здесь еще грязный. Знаешь, в чем плохой размен? Потому что есть еще у Вивера таймлапсы, и он дальше пойдет за саппортами. Или нет? Попаивается, по-моему, таймлапс заюзал. Тут откатился уже стан, да, колба, но вот тут опасно. Все-таки туда под Сентрю лезть. Его могли в прокаст попытаться забрать за стан Леона. Ну, подошел. А Бадон сейчас будет, конечно, посвободнее и Трикси стоять. Вот что же Огру такого сделать? Когда у тебя в команде есть Кентавр, в принципе, не обязательно... Ну, как не обязательно. Хотя, конечно, желательно иметь форстафы тем, кому не нужны. Там Бэйну, например, да, и Агру. Но я думаю, настолько ли он нужен Хане будет, когда есть Кентавр. Вот я не знаю, чем Ханни руководствовался, когда собирал фейзы. Ну, вот он быстрый, жесткий, типа, рука у него сто, как видишь. То есть рука-то у него тоже не слабая, вот если вдуматься. Ну и под глазом с зажатыми фейзами сколько у него АМСа будет? Подожди, 10% это 40. Еще полтинник, 50, сколько? 440 где-то. Ну, вот около того. То есть бежит такая махина, у которой огромное количество хитпоинтов, у которой рука вот сейчас с дабл дэмэджем будет 200. И он, в принципе, там даст 3 уд... Вот стан, этот, Liquid Fire или как он там называется? Ignate. Ignate, да, и Ignate. Он скинет, короче, его и даст там 2 удара рукой, и все. Он в ЦМку может дать тычку и кинуть Ignate, и все. И побежать дальше кого-то бить, и ЦМка сама где-то умрет там в кустах. Загорится. Да. Может, так таки? Стаки плюс, плюс еще стак крипов с линии затянули. Если бы не плохо. Китарно, смотри, посмотри, на виду бульбы убивает. Ханни с дабл дэмэджем пробивает неслабо. И неужели нет стана, нет? Выбивай этого. Почему Ignate не кидал ханни? А вот не знаю, что-то пожизил ману, судя по всему. Может, сейчас пожалеть он. Хоро лицо? Есть палец и хороший слип. Плафа. Очень хороший. Сейчас только ЦМочку. ЦМочку же. Хороший кекс. Весьма хороший кекс от Плафа. Че и вот в файт ману? Хе-хе, че и сейчас на кой? Фай гонится. Да умирать под Рошаном. А телепорт? Телепорт, так и улетит же. Угу. Ну, хорошо, размонсили здесь. Флаф, спайту секси. Все неплохо сделали. Флаф вообще козырно все замутил. Что на других линиях? Эра сильно прям быкует. Что-то у Эры будет быстрый даггер, скорее всего, покупать. Я не думаю, что это вангвард какой-то он купит сейчас. Если бы хотел, то уже Виталий эти бустер пошел бы где-то купил. Ну и Double H. Ой, хорошо. Ой, да ладно, я что-то провтыкал вообще. Койква, да. Койква под крипов что-то стоял, стоял и не знаю, чем он руководствовался. Вера просто нажал станы и сразу Double H и еще от Абаддона Койл был. Обратите внимание, у Эры огромное количество золота. Он может себе позволить сейчас... О, как раз таки даггер, да, да. Я же о его золоте как раз речи вел. Смотрю на Кентавра и тут стоит Сларк под крипами вместе с Кентавром в притык. Я думаю, что-то здесь не то. Так, на Хане атака. Ой, какой же штан дает. Флав, ты посмотри, сейчас может быть и Флай убьют. Палец Бэйна умирает. Он в эту сексе разультился. Эра здесь прилетел. Есть у него ультимейт. Гастует. Он его замедляет от летильного в эту сексе. Бодает ЦМку. Отправляет ее в таверну. Еще убили здесь Свена. Подошел Трикси. Своевременно очень. Подошел, надо отметить. В этот момент ТС на топе фармит. И у него уже там какие-то барабаны наклевываются. Хотя, что говорить, какие барабаны. Тринадцатая минута, черт побери. Фейса, барабаны уже пора бы иметь. Хотя он стоял против такого лейна. Уже готовый, да, есть. Сейчас он начнет поактивнее фармить. Плюс он потолще стал. И с командой должен уже какие-то мувы начинать делать. Но вот смущает то, что тавер на своей легкой линии. Кстати, смотри, смотри, смотри. У Огра нет ультимейта. Вот в чатике там буржуйские зрители как раз-таки подмещают этот момент, который мы с тобой не заметили. У Огра нет ульты. Это весьма странно. Ну, блин, я видел Вивера с макшенным свармом вместо Джиминейта и без ультимейта до 10 уровня. То есть я, в принципе, не удивлен. Не, я сам так качался, ну, Джиминейта так я не брал, а с варом качал. Ну, таймлапс не брать, это надо быть грешником каким-то. Это чересчур сильно. На игре можно понять из-за того, что у него, это, монокост растет на первом спельчике. Да, не только на первом. Насколько сильно. Если я не ошибаюсь. Фаербласт маны на 30. На 30 маны. Ну, и тем более... Видишь, он играл через фейзы, поэтому там 300 маны всего лишь. И не хватало бы ему, короче. Из-за этого он ульту сейчас не берет. Сейчас он собирает фрустав. Это уже видно. Ему досталось до рецепта 300 монет. Сейчас он уже может себе позволить взять ультимейт. Я думаю, на 10 уровне. Свен врывается под хостой. Они должны закапывать. Хотя, может, и паут? Он он тп делает. Это Огр. И это почти получается. Свену пришлось нажать ультимейт, чтобы там почти 200 там с руки. И у него... Они просто практически ничуть не отпустили Агра. Очень жирный парень. Дабл дэмэдж на боте. Надо, наверное, на Antwars переключиться и посмотреть, что у нас со шмотками. Да, шмотки какие-то. В 14-й минуте у команды Liquid не шибко хороший, я бы даже сказал. Посмотри, тут можно отметить парочку ПТ-фейза на боте. Драка. Тем временем, пока я тут шмотки отмечаю. Это секс пытается уйти. Стан. Так, все в КД. Эра, видимо, скастовала как раз-таки в этого Сларка стана, да, с дабл-леджем. Поэтому убежал. Ну, ладно, что поделать. Так, ну, на TC прям, откровенно говоря, забили. Ну, а что, он вышку там особо не трогает. Пусть все пармят парень. Мы сейчас сами вышечку спушим, думают, наверное. Кстати, я не пойму TC сейчас в этом моменте. Он просто стоит и бьет крипов. Ему уже давно надо не экономить свой Блэд Фури, а просто крипов быстро пропавливать. Потому что фнатники полностью все сейчас были показаны где-то уже секунд 40, наверное, снизу. И то, что были телепорты, это тоже надо было подметить. Он бы уже давно этот снес тавр и заставил бы фнатиков переместиться к Т2. Они сейчас в итоге юзают глифт, матэ один на свой, они его задефят еще. И при этом наверняка поломаю. Да, вот они поломали. Посмотри, Бэйна, ап, защекотать не получилось. Тут еще атака от ликвид будет. Встречают Хани. Ой, какой цорский стонатеры. Великолепный. Сдублировал он в Эйтл-Сексе, надо побыренькому как-то цемочку забрать и... Эх, добежать бы. Планфует лев, новый год хороший. Почти. Бульба под дабл-дэмэджем еще и с ультой дает станды. Че, неужели у него сжались там прищандалы? Что ж ты не дерешься-то? Бульба, бульба. Хотя его встречает Флав, смотри, набивает вивера. Флав опять козырный станды и по двоим. Бежит Огрок, кстати, Булгласт он на себя не кидает. Игнет 4 секунды. Флав со своим даггером, подожди, парень, помоги. Блин, как же этот таксофон быстро летает, посмотри. Флай отменил химейт. Хороший палец в Абадона от Флаффа. И агра еще тут накручивает. Зачем они тексят Флайя? Можно было Хадиш добивать. Нет, все-таки напрыгнул их, ребят. Короче, что-то несуразное. В Ликвиде мутили, но в итоге они выиграли замес. За какой размен получился? Умер Свен, умерла ЦМ-ка и да, они 4 забрали. Появляется у Хани Форставчик. Что по графикам? График не озвучивал пока что. После этого замеса, кстати, к нулю графики. Прыгнули по голде. До этого доминировали практически всю игру. Фнатик по голдюне. По экспириенсу преимущество в 2000 за Фнатик. Ну это такое, на 17-й минуте с таким экшеном не особо много. Такая приятная руна для Сларка. У него как раз маны не было. Сейчас может, по сути, не бежать никуда. У Леона Даггер. Вот тоже, что надо было бы отметить. Ну, по-моему, в команде Ликвид лучше всех пока что себя зарекомендовал Флафф. Он дает великолепные просто станы. И очень красиво там спасает свою команду. Там почти и Свена засейвил, если бы только он там не получил какую-то блюгу по хребту. Ульт. Так. Да ладно, неужели вы эту секси столько скиллов? Ну, нужно это, видимо, было для Пуша. Ребята, мы с Фнатик, да? Как-то убрать одного, чтобы пушить было чуть полегче. Пушечку на миду. Вортификейшн есть у жиденьких. Жиденькие тут. Мидас, кстати, у Сларка. Вот. Что хотелось бы также отметить. Ну, мне кажется, это грубая ошибка. Надеяться, что игра будет затяженная. На хардовом Сларке, который три раза приплывал не в то место. Собирать. Ну, не знаю, это Койква, как бы он очень грамотный фурион, на мой взгляд. Который весьма неплохо на нем катает. Да и вообще парень в харде до своих лет весьма неплохо стоит и чувствует себя комфортно. На этой мапе. Давно в эту мапу плей. Ой, и дабл дэмэдж забрал в играх. Фордстах умеется. Фордстах и даггеры инициация на уровне. Ооо, я нажал. Вот прям в этот же момент я нажал, когда DC закупался в стэш. Флафа хорошая реакция. Джеки Чан, но травола. Эх, станчик по-двоему разорвало. Какого разорвало. Дройной мультикасс. Хорошая атака. Эру практически получилось добить. Под ультимейтом он уходит. Но Тейл монсует здесь в щите. Ультимейта уже у него нет. Штормболт будет через 3 секунды. В эту сексе тоже все спельчики в КД. Ханни под Блудлассом. Есть Фордстах. Езжает отсюда. Хороший Фордстах. Но Блудлассе действительно бежит. И под вышку уже заходит за ним. Уже не попрешь. Тем временем Трикси на топе. Давид Лейн. Скоро Линка должна появиться. Осталось только на рецепт напармить. Сейчас опять походу файт будет. Нажми на ТС. По стэшу все поймешь. И чем я хотел сказать перед файтом. Да, Батл Куре видимо готовится. Вот, стой акот. Но он правда не попал. Реакция у ТС успевает Блэк Куре включить. Раскручивает здесь двоих. Вивер таймлапс назад делает. На ТС висит Джукан. И Вера его видит. Дабл Эйдж. Не хватает Вижена. Тем временем уже убили Нутейла. Что за драка? Койка со спины заходит. Видит Ханни. Боится в него вкрызаться. Потому что банально понимаешь, что нескольство его убить. Нейтмар у себя. Еще успел Инфибл скинуть Койку. Двойной мультикаст Койку. Опять-таки. Дизейблит этого Сларка как следует. Бейн очень много делает. Короче, был один замес, когда Флафа поймали. Убили Флафа. Ликвиды тем временем убили Флая. Сейчас опять была какая-то драка непонятная. Все дерутся, что-то кидают. Убили Нутейла. И опять умер Флаф. По одному саппорту размениваются. За два замеса вроде бы затяженных таких. И должны как-то больше команды убивать. Не получается. Все мансуют. Что-то и выйдет, не выйдет. Хорошо все делают. Молодцы. Ну, Ликвидам стоит отдать должное то, что... Смотри, смотрите, сейчас. Оп! Дублеж, выпивают. Все. Минус ТС. Больно очень. У Вивера, кстати, 250 голды остается до Линкенсферы. Улетает он на топ. Видит, что линия пушится в его сторону. Плюс там еще Т1 Тавр. Смотри, какой каленый Т1 Тавр. У Ликвид в топе. Тут на Вайту Секси заезжают под ультимейтом Кентавра и разрезают еще. Пока не уходят на миду, опять на него напали. Свен, сколько вы есть. И вот как раз за этой вышкой и идет, на которой я сейчас говорил. Сладкая вышка, не загоняет. Все, вот он. Вот она, Линка. Т2 пушится на боте. Нет, кстати, ультимейта у Эры придется флай здесь оставить. Он так побегал. Ну, оставьте меня, ребята. Оставьте. Все. Надо нечего его там спасать на самом деле. Единственное, что мог бы... Абадон, да, щиток на него накинуть, чтобы дизейбл снять, и он бы там, может, как-то убежал бы одного. Маны еще не хватало на этот, на брейнсап. Если бы он смог откушаться, тогда был бы вариант его еще подсейвить. Смотри, Эра с Нутейлом не уходят, кинули щит. Сейчас койку, скорее всего, застанет. Ну, давай, Эра, пошел. Ну, я не знаю, как его можно убить здесь. Ну, вот, смотри, он DarkPact пропарил сейчас, и сейчас можно прыгать. Да у него ульта, у него паунс. Я не думаю, что они его нападут и убьют. Там, прокаст Эры максимум, хп500. Ну, Нутейл тоже прокаст, тоже там еще хп200-300. Ну, да, конечно же, то есть, в итоге, не, у койку останется хп, он слишком плотный для такого ганга. Тут, как минимум, еще один человек нужен был бы, чтобы его убить. И то какой-то вот персонаж типа Агра, наверное, или Бэйна, чтобы либо брейнсапс кастить, либо станк какой-то. Но все равно, видишь, тогда непонятно, зачем они стоят и ждут. Ну, вы тратите тупо время. Вы либо атакуете, либо просто отойдите. Но они подозревали, что это, скорее всего, байт. Есть какой-то саппорт один, а может быть, даже и не один за спиной у Сларка. Поэтому они решили отойти, но слишком долго что-то соображали. Они бы уже давно ушли в этот лес и начали бы фармить. Вот Эра сейчас таки забирает. Такие весьма приятные маленькие бонусы для Кентавра. У себя в кустах. Но зато Койкви отдают просто так даггер на халяву. Как не отбьют? Хочет, хочет, вышли, петель, форшечку. Хочет забить? Нет, Ханни придется занимать. Ханни с яулами. Это хороший, кстати, эскейп способности у Ханни есть с яулом и форстапом. Надо отметить то, что Фнатика выгодно затяжная драка. То есть, ну, Огр несколько станов даст. Парочка брейнсапов будет в итоге. И вивер покоцит, там, сварм долго висит, армор срезает. Смотри, хочет курочку, курочку хочет. Не поймает, судя по всему. Она хитро очень полетела. Или, может, подождет ее здесь. Смотри, ждет, ждет. Трикси. Охотник. Режим охотника, не? Охотник. Дичь. Дичь лети. Зайчика сейчас. Хунтер. Все, подрезал зайчика, все, побежал. Красавица, красавица. Шмотки. Учают ребята за курьера. Так, штормболт. Вэру, ну, я не знаю, вэру, да, еще стану. Слушай, а давно он не выйдет? Давно. Ну, последние два патча где-то точно. У флая большие проблемы. Текситалфлав через блинг и кой-ква. Паунцам привязывает. Уже затарен у него, собственно. Далее весьма неплохо подъехал. Смотри, как жучок-то зарешал. Вот он дал там жучок и игнейт. И вообще не знаю, что ли он и делать с таким количеством хп. Тиси. Китавра нет ультимейта и, скорее всего, габлык. Развучит. Трикси-трикси темплапс очень своевременный. Сделал он чуть не умер. Убил хотя бы еще цемочку здесь. Абадон живет. Абадон без ульты. Да, и похоже, Трикс сейчас тоже приплывет. Если есть какой-то просвет. Женщина. Просвета никакого не имеется. Ханни рядом бегает. Драка очень плохая. Но, видишь, они полезли на хайграунд. Из-за этого получилось так, что, конечно, фнатики были в плохой позиции. Хотя вот этот вот жучок вредный. Фнатики и сами пытались атаковать. Господи Иисусе, какая боль. Просто размазал, пацана. Пытался сахар. Да, да, размазала беднягу там по лестнице. 400, ну да. 451 голдуки линз прибыл. Хойквы весьма неплохо сорвал он. Но все равно, с учетом того, как неплохо фнатики брали начало игры, ликвиды сейчас начинают огрызаться. И опять же, вот это Battle Fury, которые... Задатки в Battle Fury начали появляться на 20-й минуте UTC. Опять вот это не совсем суразный этим билд. Почему-то как-то окупается, и ликвиды не проигрывают. Я не знаю почему. За такое позднее Battle Fury должны как-то наказывать команды. Противники, конечно. Ну, да, Battle Fury, конечно, на такой поздней минуте, это очень спорное решение. Ты спорки вот так вот начнешь Battle Fury собирать на 24-й минуте, и тебя зарепортят. Причем, что своя команда, что противники. Может быть. Прям жесть какая-то. Ну, ладно, я вторую просто игру вижу, вторую игру в шоке сижу, и не могу этого понять, но, если честно, меня это удивляет. Ну, 24-я минута, это, в принципе, еще куда не шло. Ну, там, в предыдущей игре он делал на Джаггере Battle Fury, там, на 30-й. Вот это уже действительно, то есть, странно было. Вот, ну, тем не менее, удалось победить. Посмотрим, удастся ли на этой карте ему выиграть. Фнатики сейчас в преимуществе по XP и в преимуществе по золоту, кстати. Мне показалось, или они последний файт проиграли, а в золоте и в XP как раз-таки вышли вперед. Ты посмотри на графики. Ну, это там, там просто всю игру Фнатики доминировали, а потом Liquid на себя немножко перетернули, видишь? Там вот этот вот маленький скачок такой, треугольничек был в их сторону. Их сторону, sorry. А потом Фнатик все равно вернули. Они много фармят, хоть и последний файт проиграли, это не особо отразилось на графиках. Хочется поймать этого вивера, но вот главное его не спугнуть сейчас. Хороший вард поставили лейновый, так, вивер отходит. У вивера нет телепорта, между прочим. То есть, ему надо будет сейчас отхалдиться где-то. Сларк идет чекать, сларк идет чекать, ничего не видит, ничего не знает. Рикси увидел цемку, которая находится под бафом Варкрая, он понимает, что здесь много людей. Да, тем временем, смотри, ребята из Фнатик идут убивать Рошана, а тут такой выбор, то есть, либо Фнатики все портятся 9 этого Рошана, а, ну в итоге Трикси сам пошел атаковать этого Рошана, готовят следующим айтемом дезолятор, очень долго будут бить Рошана сейчас, ребята из Фнатик, по сути, могут потерять Т2, между прочим, могут потерять. У них глифа, к сожалению, нет, да, через 30 секунд будет глиф, да, здесь они, скорее всего, потеряют тавер, но, я думаю, это весьма. Нормальный размен Рошана. Плюс у них распушенный очень сильный мид, но они летят дефить. Да ладно, неужели не добьет, почему Свен побоялся ульту-то бежать, вот непонятно в этом моменте, что жалко, что ли. И сейчас они поплатятся за это, пожалуйста, минус, Ларк в эту сексе пытается уйти, еле-еле уходит. Они должны были забирать тавер и без проблем отходить. Вот пожалел, вот зачем жалеть такой скилл, как ульт Свена, он кедешится 80 секунд, это что, Блэк Холл, что ли, какой-то, который 3 минуты ждать? Да и тем более, перетерпеть-то можно всегда. Так и представь, если бы он его просто нажал где-то секунд за 15 раньше, насколько бы тавер быстрее упал. Да, и разбежали все живы, они бы еще и подфармить бы успели. А так они ничего не сделали для того, чтобы помешать Фнатикам забрать Рошана, в итоге еще не забрали тавера, они его забинали, и в итоге еще будет пуш 2 тавера на миде. Но тут все грустно для Ликвид, вероятнее всего, что пахнет картой за Фнатик. Причем не только картой, а вообще матч. Чатки пишут, что Battle Fury собирается не для фарма. Ну, это, в принципе, фарм ради фарма, и дэмэдж, конечно, не самый плохой. Ну, понятно, что из-за дэмэджа в ультимейте он прыгает, все там сплэш идет, но все равно можно продуктивнее пускать деньги на таком персонаже. Ты собираешь сразу там какие-то барабаны фейзы и берешь аганим. Это куда будет продуктивнее? Ты больше пропрыгаешь и на ранних файтах... Ну, если ты стоишь в изи-лейне, как стоял TC тут, вообще не трогали где-то минут 15, там поначалу понапрягали, а потом его кинули просто. Он стоял, сплитпушил и фармил очень длительное время. Не знаю, ты собираешь аганимы на том же файте, когда вот они дрались на эншентах и проиграли файт Фнатиком. Короче, я не знаю. Я не понимаю этого. У каждого, в принципе, свое мнение. Я просто свое мнение выражаю. Оно сугубо личное, поэтому я никому не навязываю. Такс. Триксик препортился в мид с дезолятором уже готовым. Панетворсу грустно видеть, конечно, то, что Ликвид настолько сильно проигрывают. Смотри, три персонажа Фнатик, да, которые фармили, и потом четыре персонажа Ликвид, да. Потом опять-таки два саппорта и ЦМка в самом таком дне, которая, по сути, сейчас, ну, мало чего может сделать такого хорошего. Может быть, как-то заултить красиво она может, подстанет там лишнего персонажа. Но Кентавра, ну, две тысячи хп со щитком. Вот что ты ему сделаешь? Вот, ну, ничего ты ему не сделаешь. У него еще и Блэйдмейл куплен. Попробуй его зафокусить. Тут без БКБ никак. Хоть и у Бульбы БКБ имеется, но тут уже топор, блин. Он еще в вышке, кстати. Ты в курсе, что у него... Да-да-да-да. Это, я когда узнал, я был просто в шоке, если честно. То есть, парень просто собирает две тараски, приходит на Т3 вышку, стоит. Ему не нужны там вообще даже вышку бить. Он просто агрит на себя вышку и ломает ее. Даже у него дэмэдж будет больше по вышкам вот этой пастивки, чем рукой. ТСЯ хороший даешь, конечно, на Блэйдфури, не подставляется под стан, но все равно я слабо представляю, как здесь можно сейчас драться. Ну, вот повыкидывали все свои спеллы, там еще и флаф станчик потратил. И чем драться, дальше драться, непонятно. Вот если флаф сейчас, может быть, убьет Джаггер, нет, у него не хватает раскруточки. Хороший стан от Бульбы! Он заходит на хайграунд, пытается фокусить, стирают Бэйна, в итоге борется, борется Кентавр под Блэйдмейлом, очень много у него ХП, его очень долго стирают. Веру убьют здесь. Долго, долго живет, и почему-то Бульба отошел невогнемо. Антрикси в это время теряет Аегис. Да ладно! Он просто назад возвращается. Какой стан? Какой стан от Кентавра? Но, тем не менее, Палис отправляет его в таверну. Он подъеулили его, это секси, умрет тонн, на нем еще, боже, и мультикат. Вот если бы не Аегис, сейчас бы не было вивера, и вот этих вот дайвов не было бы до конца, не добивали еще минимум два персонажа, бы были живые. Ну, слишком много вот мелких ошибок делают Ликвид. Они способны были выиграть эту игру, чуть аккуратнее играть, и там видно было, что они, вот парочку файтов-то они перевернули, да? Да, да. Да, они даже сейчас с таким перефармом, с учетом Аегиса, весьма неплохо дрались. Откидывали, все максимально хорошо делали. Ну, это минус один лейн, как минимум, для команды Ликвид. Они потеряют бараки на боте, с этим уже ничего не поделали. Приходится сидеть в таверне и просто смотреть на это. ГГ пишет TC, даже вот не собирается он, девять, кажется, дальше. Ну, блин, прискорбно, что тут можно сказать. Да, что-то Ликвиды подсдали в последнее время. Не знаю. Я считаю, что они могут, весьма... Ой-ой-ой. Представляешь, какие изи-арарочки для ребят, которые ставили на Fnatic? Вот так вот, вот так вот. Ну, что... Подожди, изи-арарочки. На Fnatic больше было, на Dota 2 лаунч. 57% вроде... Все равно это очень изи-арарочки. Там 4 ставишь, 3 засыпают тебе примерно, там плюс-минус. Кажется. Должно быть. Я не поклонник этих ставок, я поэтому не знаю, что там, как там. Такс.